всем привет это канал с нами по пути мы сейчас находимся в боснии и направляемся в город мостар итак мы снова в боснии и на этот раз решили побывать в городе мостар длина пути от сараева до мостара 125 километров или два часа на автомобиле но чтобы добраться быстрее достаточно выехать на автомагистраль а1 она абсолютно новая но платная цена проезда полтора евро правда ехать придется все равно недолго примерно через 15 километров автомагистраль закончится так как дальше дорога еще строится съезжайте на старую трассу е-73 но с хорошим асфальтовым покрытием итак мы добрались до города мостар до самого центра пока мы ехали по дороге нас преследовали то солнце то дождь то град град буквально закончился за пять минут до въезда в город нам просто повезло но здесь жарко температура была плюс 12 сейчас плюс 24 сейчас мы оставим автомобиль здесь на парковке вообще она платная но сегодня все парковки бесплатные завтра пасха может в честь этого я не знаю просто мы спросили местных жителей не город сегодня все парковки бесплатные это классно оставляем машину идем в центр город мостар небольшой поэтому где бы вы не оставили свой автомобиль добраться до главных достопримечательностей будет очень легко здесь много указателей и главным из них пожалуй является старый град и старый мост то есть старый город и старый мост туристов в этот раз было очень много хотя это было только начало сезона не знаем что тут будет в сезон но даже в апреле стало жарковато и от погоды и от атмосферы города пройдя по пешеходной улице точнее по ее небольшой части мы обнаружили тонны сувениров с балканской тематикой многие из которых настолько аутентичные и интересные что реально хотелось все это купить но об этом мы расскажем позже а пока ищем кафе чтобы попробовать местный десерт мы прогулялись по центральной пешеходной улице мостара еще сейчас по ней пройдем очень много людей мы даже не ожидали что так много людей будет мостаре в это время сейчас еще даже май не наступил но вот поток туристов начался причем очень много туристов из китая что меня лично радует очень здорово и многие знают европейский язык подходят у нас спрашивают мы за местных сходим вот решили мы попить чайку здесь очень любят чай и сладости и понятно что босния долгое время находилась территории в османской империи а именно около 500 лет поэтому здесь все сладости так или иначе связаны со сладостями которые подают в турции и мы сейчас выбрали на наш взгляд вкусные сладости одна из них называется бомбица такая бомбочка сладкая но бомбиться можно купить и в черногории без проблем подают везде и в сербии также вот ее просто выбрала настя я выбрал котлету из смоквы смоква это инжир по-русски будет то есть у меня будет инжировая котлета вот это точно никогда не видел в черногории да и сербии как-то не да и в турции как-то не прикол может и есть но мне никогда не попадалось поэтому сейчас попробую что это такое настоящая балканская кухня все это подается традиционно в таком сиропе сахаром наверно раньше подавали с медом а теперь все это с сахарком она такая сладкая что честно говоря не очень ясен вкус просто я съел что-то очень сладкое по ощущениям там есть какая-то клетчатка то есть это вещь такая не из теста а как будто перемолотый вяленый минжир то есть перемолотая вяленая смоку ну это что касается котлеты из инжира жутко сладкая прям может после нее это бомбится не покажется такой сладкой мне кажется это что такое схоже с наше пирожное картошка помните такое в детстве картошка в этом вариациях сладкой картошки но мне вот местные картошки больше нравится чем делали в советском союзе дополнительный вкус кокосовой стружкой в советском союзе я что-то не припомнил причем не сказали турецкого чая нету есть только басанский басанский то есть баснинский сейчас пьем чаек и идем дальше попробовав балканских десертов и рассчитавшись евро так как банковские карты здесь не принимают зато наличные евро брали охотно мы отправились окунуться в колорит местных улиц на старе очень много здоровских сувениров особенно мне прям так нравятся горшки вот эти не знаю зачем они нужны кроме как для декорации но они такие милые я прям не могу с мостиком очень красивый разных цветов большие маленькие вот еще сейчас покажу смотрите по горшочек такой классный вот и очень много сувениров связанных с войной всякие пули патроны что-то все на военную тематику даже был целый магазин с военной какой-то атрибутикой старый вот ну и много такого с турецким веянием и магнитки конечно и вот это китайская всякая штука смотрите чтоб продается прямо я сначала думала просто какие-то покрывала это написано полотенце для хамама какие-то специальные полотенце для хамама для бань вот таких турецких бань тоненькая стопроцентный хлопок очень красивые фонарики вы конечно если были в турции то обязательно такие видели они везде продаются на гранд базаре их очень много вот и здесь и в сараево и даже мне кажется у нас подгорица уже начали продавать но они очень красивые пусть их продают везде мастари очень много людей мы сейчас ждали некоторое время чтобы можно было пройти мы были здесь около пяти лет назад и конечно людей было гораздо меньше и мы не ожидали сегодня увидеть столько 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 туристов с разных точек земного шара все здесь выложено камешками такой брусчаткой и она отполирована ногами очень скользкая вот и конечно не с коляской не с чем-то не с самокатом здесь точно не пройти только пешочком стоит отметить что цены здесь весьма невысокие курс стабилен и привязан к евро в соотношении 1 к 2 то есть 1 евро это две боснийских марки а пока идем к самой главной визитной карточки мостара старому мосту на реке неретва он выглядит просто шикарно и виды с него открываются такие же шикарные правда и туристов здесь по понятным причинам в разы больше чем на соседних улицах основным центром туристической жизни мостара является конечно же мост который вы видите сзади меня называется он старый мост был построен турками османами еще в шестнадцатом веке но затем во время боснийской войны девяносто втором девяносто пятом годах он был разрушен и восстановили его только в 2004 и это символизировало возвращение страны к жизни здесь сосредоточена большая часть туристов и продавцов сувениров а еще с моста иногда прыгают вот мы ждем сейчас прыгнет или не прыгнет в этот раз мы так и не дождались чтобы кто-то прыгнул хотя ныряльщик в гидрокостюме всем своим видом показывал что это вот-вот произойдет может вода холодная а может так задумано в общем не теряйтесь зря времени как мы а наши 40 минут ожидания уже никто не вернет старом мастаре очень много пешеходных улиц они идут вверх и вниз они все вымощены камнем узкие широкие везде продают сувениры много ресторанчиков где можно посидеть прямо у воды ой даже ездят машины по этим улочкам вот это да неожиданно если с одной стороны старого моста в основном расположены лавки с сувенирами то с другой больше кафе и ресторана здесь же проходят свадьбы и торжества у местных жителей поэтому атмосфера перманентно праздничная мы немножечко спустились и здесь еще одна достопримечательность большая табличка охраняется юнеско это кривой мост вот такой вот он маленький кривенький мостик из 20 вот таких каменных мостов которые были построены при османской империи осталось 12 которые все еще функционируют были они разрушены все но 12 восстановлены и обратите внимание какие здесь еще каменные крыши первый раз вижу такие крыши обычно они черепичные ну или из каких-то других на материалов а эти каменные смотрите какое заведение интересное табличка на входе для мужчин без рубашек и без обуви нет обслуживания для женщин без рубашек бесплатные напитки старый центр конечно преимущественно мусульманские имею ввиду церкви то есть здесь в основном мечети но вообще в мостаре есть и православные и даже францисканская церковь может быть мы сейчас увидим мы сейчас идем дальше смотреть город не смотря на веселую атмосферу центральной части города мостар с улицами заваленными сувенирами и мороженым здесь очень много памятников времен югославской войны достаточно лишь поднять голову и представить что здесь было совсем недавно а И все же Мастар преображается. Все больше и больше красивых домов, новых парков, скверов, аллей, где приятно гулять и где дух войны исчез, надеемся, навсегда. Это францисканский костел, церковь святого Петра и Павла. Интересна она еще отдельно тем, что здесь самая высокая колокольня во всей Боснии. А еще здесь сейчас проходит свадьба, все такие пришли нарядные, на каблуках женщины, мужчины в костюмах. В общем, здесь еще идет ремонт, этот зал не открыт, а свадьба, видимо, проходит где-то в отдельном зале, мы слышим звуки торжественные. О, слышите? Вот, началось. Но стоит немножко отойти от старого центра, и становится тихо, спокойно, мирно. Люди сидят в кафешечках, пьют кофе потихонечку, и можно спокойно погулять без большой толпы, если вы это любите. Вот мы сейчас здесь гуляем. А сейчас мы идем в ресторан поужинать, в традиционный боснийский. Мы нашли его на TripAdvisor, и там по отзывам он был самый популярный, и у него были самые лучшие оценки. Ну, надеюсь, там есть места. Попробуем сегодня традиционную боснийскую, может, что-то мастарское прямо особое есть, вот, ну, или в любом случае боснийскую кухню. Мы нашли наше кафе, в которое мы собирались. Называется она Тима Ирма. Идем заказывать еду. Меню здесь достаточно простое. Ну, как и ожидалось, мы и шли в такое традиционное кафе, основано на мясе, мясо, овощи, лепешки. Ну, надеюсь, будет очень вкусно, потому что, как я говорила, судя по отзывам, это какое-то суперзамечательное кафе. А должна вас предупредить, мы с этим столкнулись, и здесь нету туалета. Нам сказали, что вот эта вся улочка с маленькими вот такими кафе, тут ни в одном кафе нету туалета. А общественный туалет, который здесь есть не очень далеко, он уже закрыт, хотя 7 часов. Вот, поэтому учитывайте это, когда вы будете искать, где поесть в Мастаре. Вот, ну, а мы сейчас попробуем. Надеюсь, что дальше все будет просто супер, и мы тоже поставим лайк на TripAdvisor. Мы заказали куриные шашлычки с хлебом и овощами. Я себе заказал шиш-чевап. Я не посмотрел, какое мясо, но спросил, там нету свинины. И могут пожарить не сильно. Я подошел к женщине, которая там все на гриле жарит. Она говорит, да вообще, без проблем, сейчас тебе сделаем. Она назвала как-то повар. Типа она с половиной прожарка. Ну да, в принципе, он очень сочный. Ну вот, нам принесли еду. Выглядит очень-очень красиво. Это наша с Настей порция на двоих. Здесь два куриных шашлыка, очень много овощей, айвар, местный сыр, каймак, лепешка. Изумительно пахнет. Сейчас будем пробовать. Надеюсь, будет так же вкусно, как и красиво. Мясо такое классическое, балканское, очень мягкое. И как и в Черногории, вообще на Балканах принято. Я не знаю, что туда добавляется. Наверное, что-то вроде желатина или что-то. Немножко как будто подрезинное, что ли. Вот, ну это такая специфика местной кухни. Вот, иногда даже в балканских заведениях, где подают бургеры, тоже котлетка может быть прорезиненная. Вообще вкусно. Вот, очень сочно. И на удивление, для такого маленького заведения вполне достойное место. В принципе, то, что она получила столько одобрительных отзывов на TripAdvisor, так, наверное, она и есть. Ну, приятного питья. Очень просто, очень вкусно. Очень свежая и не пережарена. Очень вкусно. Сегодняшнее наше приключение по Мастару подошло к концу. Мы прекрасно провели день. Поели вкусной балканской еды, боснийской. Гуляли по старым, мощеным улицам. Вообще вдохнули энергетику этого города. Она такая необычная и своеобразная. Очень нам понравилась здесь. Мы здесь были 5, по-моему, лет назад. Немножко поменялось здесь все. В лучшую сторону стало больше красивых мест, больше ухоженных и очень много туристов. Если вы еще не были в Боснии, в Мастаре, то рекомендуем вам заехать сюда. Обязательно. Желаем всего самого хорошего и доброго. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайк, если еще не поставили. И ждите наших следующих выпусков. Всем пока. Чао. Субтитры сделал DimaTorzok